Формально в Российской Федерации парады извращенцев не позволены. Они пытались несколько раз, но им не позволили. По какой причине? Ведь европейские воззрения, ну они не европейские на самом деле, это воззрения извращенцев, захвативших власть, а вовсе не Европы, не традиционной Европы, они присутствуют и здесь. Более того, права извращенцев включены в путинскую конституцию. Вы не в курсе? Я вам расскажу. Я вам расскажу, потому что достаточно первого шага допустимости. Допустимости, то есть извращенцев не вылавливают и не изолируют от общества, и не запрещают им их издание и пропаганду извращения. Им это теперь позволено по путинской конституции. Им нельзя только регистрировать семьи. Но они и без этого обходятся, и семью легко извращенцы образуют, если один из извращенцев объявил себя иного пола. А так они однополые браки легко могут создавать и без всякой регистрации. У нас и двуполые, естественные, традиционные браки могут создаваться и существуют десятилетиями без всякой регистрации, потому что эта регистрация не значит ничего. Одно дело перед Богом быть мужем и женой, а другое дело перед какой-то там администрацией, какую-нибудь записку. Это не имеет никакого значения, ну, по крайней мере, по нынешнему праву. Нет никакого правового статуса семьи. Никакого вообще. Поэтому какая разница, такая семья зарегистрирована или не зарегистрирована. Но даже если захотят зарегистрировать, и из этого следуют некоторые гражданско-правовые отношения, там, по наследству и так далее. Если извращенцы хотят зарегистрироваться, да нет, не проблема. Мужик объявит себя женщиной, и гомосексуальный брак будет зарегистрирован. Ну, каждый вправе, как написано теперь черным по белому, каждый вправе во взрослом состоянии определиться, кто он. И все, и никаких проблем. Дети должны быть только в традиционных семьях. Ну, что такое традиционная семья, не записано нигде. Ах, это союз мужчины и женщины. Когда не требуется никакого правового регулирования, то нет и никакой границы. Границы нет, потому что все знают, кто такой мужчина и кто такая женщина. Не требуется никаких определений. А как только вы сказали, что семья – это союз мужчины и женщины, тогда требуется определение. Их нет. Ну, раз так, тогда каждый вправе самоопределиться, как ему вздумается. Так же, как и с национальностью. Теперь у нас можно с утра быть азербайджанцем, а к вечеру почувствовать себя армянином. Ну, уже никаких проблем нет, никаких ограничений нет. Нигде не регистрируется твоя национальность, и вправе ее указывать, где тебе вздумается. И как угодно, хоть эльфом себя назови, как при регистрации, как при проведении всероссийской переписи. Ну, фальсифицированной, разумеется, поэтому и записывали вот всю эту ахинею. Это все можно. Это все можно. То есть грань поставлена, но она зыбкая. Грань всегда можно передвинуть. Не было граня раньше. Извращенец – это асоциальное существо. И как только он вылезает на свет, ему тут же дают по башке. В лучшем случае, конечно, изолирует, чтобы он больше никогда не показывался на людях и не позорил род человеческий своими извращенными представлениями о жизни. Как только вот показалось, только даже подозрение на то, что кто-то пытается проблему пола разрешить таким образом своевольно, произвольно. Не по Божьей воле тебе предназначено вот такой пол, и ты должен ему соответствовать. А сам я сейчас определюсь. Вот малейшие подозрения на этот счет уже были определяющими. То есть такая стена стояла, а теперь ее нет. По закону Путин ликвидировал эту стену. Поэтому извращенцы теперь – это у нас люди, как раз в книжке Баута XX века, где про 20-е годы XX века написано, там извращенцы только начали поднимать голову. Я вот сравнение провел. Ну, у Путина извращенцы – это уважаемые люди, которые получают здесь награды, продвигаются по службе. Это все нормально. Для него это нормально. Он считает себя нормальным, и для него нормально, что извращенцы наравне со всеми остальными. Для меня это ненормально. И я думаю, кто из нас нормальный? Я думаю, что я нормальный, а Путин – нет. Путин уже извращенец, хотя считает себя принадлежащим к традиционным слоям, которые правильно определяют, что такое пол. Ну, он определяет для себя, может, и правильно. Возможно. Ну, судя по тому, что, как там эти истории с целованием животика чужих детей, это вот тоже как-то вызывает некоторые сомнения. Ну, пусть представим себе, что у него традиционные ориентиры. Но он для других позволяет жить в стране, где нетрадиционные ориентиры в вопросах пола являются нормой. Причем защищенной нормой. Ну, нельзя взять там, подойти к извращенцу, который демонстрирует себе, я не знаю, там, определенный костюм, одел, вызывающий себя, ведет. Нельзя подойти и дать в морду. Это его право. Теперь это его право. То есть он, как взрослый, и об этом еще раз нам напомнила Ирада Зейналова, такая вот вечно возбужденная тетушка, ведущая на государственном телеканале. Вот она начала так с придыханием говорить, ну, как же ребенок, он должен вырасти, а потом уже сам определиться, кто он. Это она повторила слова Путина. Ребенок должен потом определиться, кто он. А пока он просто ребенок, у него пола, что ли, нет? Он ребенок. Он когда будет определяться с этим, кто он? Да он определен самой природой, кто он. А если говорят, что можно потом определиться, ну, вот извращенцы и определяются, значит, можно так и правильно. Вот по мнению сторонников этого режима, это нормально. А кто говорит, что во власти не либерастия? Вот она, либерастия, самая стопроцентная, с агитацией за половые извращения на федеральном телеканале. Ирада Зейналова вот на днях с этим выступила, с такой вкрадчивой эмоциональностью, которая вроде как должна вызывать доверие. И, может быть, многие люди на это купились. Но это прямая пропаганда извращенцев. А к чему это приводит? Вот тут в Финляндии была тоже одна такая тетушка, которая очень сильно боролась за права извращенцев, но приятель у нее был мужчина, правда, из каких-то далеко восточных краев, по имени Хасан. Ну, Хасан этой стороннице извращенцев отрезал голову, ну, как и полагается. В той культуре, видимо, если она там оставлена, сюда человек приехал абсолютно бескультурным, у него это в порядке вещей – отрезать голову, все. И вот эти извращенки женского рода, они еще придумали такую вещь, называют себя феминистки, но это слишком легкое определение. Они еще придумали такой символ, памятник хотят поставить, значит, медуза, медуза Гаргона, с головой, с отрезанной головой Персея. Ну, то есть есть традиционный сюжет античных времен Персей с отрубленной головой медузы Гаргона, у которой вместо волос змеи. Традиционный сюжет, который, ну, я не знаю, там, посреди Флоренции стоит вот эта бронзовая статуя, уже не античных времен, а более поздних, и вот Персей такой герой с мечом и вот высоко поднимает отрубленную голову Гаргоны. Ну, есть соответствующий сюжет, мифологический считается, ну, там есть определенная историческая подоплека. А теперь, значит, феминистки противоположные, то есть как бы опровергающий сюжет, вот пусть мы вот там, женщин всех оскорбляют видом отрубленной головы Гаргоны, а мы тогда будем оскорблять мужской рот вот этим, отрубленная голова Персея. И такая мужиковатая, мужеподобная, ну, как будто вот это мужчина только с какими-то лишними и с какими-то отсеченными гениталиями. И вот она держит отрубленную голову Персея. А в Екатеринбурге появился ЛГБТ-путеводитель. Ну, как вот реально в 20-е годы, вот то, что я ссылаюсь на Альфреда Розенберга, в 20-е годы в Германии это было, да, вот по Берлину путеводители ЛГБТ или там гомосексуальных существ, вот где они находятся, как они живут, их привычки, их лидеры, их общественные структуры и так далее. Пожалуйста, у нас теперь это можно. Давайте мы определимся, что для нас это нельзя. Вот для них можно. Они к нашему народу никакого отношения не имеют, даже если они без акцента говорят по-русски. Это не наш, это, конечно, не русский народ, извращенцы. И все союзники, сторонники извращенцев, и все проводники вот этих положений путинской конституции, фальшивой, конечно, за нее никто не голосовал, и никто не подтверждал свою лояльность к этой конституции, ну, кроме вот этих самых извращенцев, их туда. Они один народ, мы другой. Между нами не должно быть даже никакого общения. Мы не должны с ними иметь ничего общего. Мы русские, они извращенцы, не русские, и мы даже не можем их считать вполне людьми. Один из ключевых моментов, который определяет человека, это знание своего пола. Они не просто не знают, они хотят навязать нам лояльность к тому, что кто-то вот так себя может вести, вызывающе, пропагандируя антиценности, пропагандируя фактически уничтожение рода человеческого. Раз так, значит, они для нас не человеки. Не человеки. Нам запрещено их уничтожать, а это было бы правильно, и так и происходило всю человеческую историю. Но мы хотя бы должны с ними не общаться. Слава Руси! Господи, спаси!